К другим темам. В Новый год с новыми идеями. На заседании Общественного совета при главе Чувашской Республики озвучили и обсудили план мероприятия на 2022 год, который объявлен в Чувашии годом выдающихся земляков. Форум земляков Чувашии, на котором соберутся талантливые уроженцы региона, в 2022 году пройдет в рамках Дня Республики. Флешмоб «Читаем Хузангая», поэтический фестиваль, конференции «Чувашия космическая» посвящение Андриану Николаеву, Ивановские чтения и множество других мероприятий уже запланировано. На многих предприятиях Чувашской Республики и в организациях восприняли очень здорово и уже готовят свои планы, как будут чествовать тех людей, которые заложили основу и организации промышленного производства, экономики, в области культуры и так далее. Уже разработали сайт «Земляки Чувашии» с информацией о выдающихся людях региона. Многие инициативы исходят от молодежи, и их обязательно нужно поддерживать, считают члены общественного совета. В рамках года, который мы планируем отмечать, как год выдающихся земляков в том числе, было бы очень здорово, если мы увеличили размер грантов, который выделяется сегодня на реализацию инициатив в направлении культура, патриотика. Тем не менее, не стоит забывать и об опыте, полученном в предыдущем году. В пандемию регион столкнулся с нехваткой мест в больницах. В республике планируется строительство инфекционного корпуса на 500 коек, но на реализацию проекта потребуется 5-7 лет, что в нынешних условиях слишком много. Наша комиссия ходатайствует о выделении строительства нового инфекционного корпуса в приоритетное направление строительства по здравоохранению. Здесь вопрос времени очень и очень важен. На заседании также предложили создать условия для развития территориального общественного самоуправления и фермерских проектов по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции. Вы же на этот год ставите сложнейшие задачи и перед министром, и перед нами построить две крупные точки сбыта продукции. То есть сельский рынок для фермеров в северо-западном – это крупный агромаркет, который мы построим в центре. А что мы туда привезем? Мы же не привезем туда зерно или картошку грязную. Горожане хотят ввести чистые продукции. Мытые, сушеные, мороженые. Тем самым количество таких фермеров, которые привезут продукцию в эти построенные объекты, их будет больше. Планы на 2022 год – грандиозные и вполне реальные. Уже проделана большая работа по созданию проектов и их утверждению. Осталась лишь реализация. Екатерина Никитко, Роза Деменцова, Николай Скворцов, Республика.